Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets с аналитическим контентом, как дополнительная помощь вам в принятии торговых решений. Сегодня, друзья, мы будем наблюдать за насыщенным днем с точки зрения содержания экономического календаря. Сегодня очень много статистики по штатам, но забегая вперед, могу предположить, что, наверное, на текущем этапе макроэкономические данные рядового формата, скажем так, если это не Non-Farm Fairless, будут рынком игнорироваться. Но все же отмечу, сегодня в 15.30 по московскому времени выйдут данные по личным доходам, личным расходам в США. Далее в 17.00 АСМ производственного сектора и АСМ разгона инфляции. Вот на этот показатель можно обратить внимание, потому что в целом он должен помочь нам немного прояснить ситуацию с текущим положением дел относительно последнего роста инфляционного давления. И если нам удастся разобраться, в принципе, с какой траекторией дальше ФРС будет вынужден работать, я имею в виду траекторию повышения инфляции и насколько крутое она будет, мы, может быть, с вами сможем прикинуть, действительно ли убедительны те доводы, которые сейчас пытаются привести те трейдеры, которые считают, что ФРС обязан, прям не дожидаясь, может быть, ноябрьского заседания выйти с решением, которое будет предполагать сокращение экономических стимулов. Я, признаться, такую точку зрения не разделяю. Считаю то, что рост инфляции, который мы видели ранее, который наблюдается сейчас, может быть, действительно оказался круче, чем были предположения. Но есть и объективные факторы у этого. Во-первых, это сохраняющийся кризис в логистике, именно сорванные цепочки поставок, отложенные потребительские спросы и самая, наверное, актуальная тема, влияющая на инфляцию, факторы триггера, это рынок нефти, который показывает космические уровни в последнее время из-за глобального общемирового топливного кризиса. Если мы обратим внимание на последнее довольно интересное выступление Паула на форме Европейского Центрального Банка, фактически оно состоялось день назад, то Паул признал, что не ожидал, что инфляционное давление будет расти так значительно, как и сейчас. И действительно, инфляция находится, по сути, на 30-летних максимумах в США. Но при этом Паул всегда проводит конкретную черту, отмечая, что текущий рост инфляции, он не настолько критичный, и причина у этого роста инфляции не настолько долгограющая, чтобы ФРС прямо на текущем этапе принимал какие-то пожарные меры. Да, Паулу приходится говорить то, что на самом деле он не хочет говорить, то, что он не думает. Но ему нужно говорить это, потому что его задача все-таки успокоить рынки и дать вот это ощущение того, что ФРС держит все под контролем. И если инфляция продолжит дальше расти, то ФРС будет действовать через инструментарий, который предполагает ужесточение монетарной политики. Но я обращаю ваше внимание и возвращаю вас, друзья, к последнему заседанию ФРС, где четко были обозначены все вот эти факторы роста инфляции, и тогда мы получили конкретную установку от американского регулятора, что возможное решение об ужесточении политики – это ноябрь. И, соответственно, фактическое решение, то есть в ноябре могут анонсировать, а в декабре уже пойти на сокращение программы количественного смягчения. Поэтому, возвращаясь к текущей динамике доллара, мне кажется, что идея, что доллар растет, потому что все ставят на скорое ужесточение монетарной политики, она не совсем правильная. Я думаю, что больше поддержки доллар сейчас получает из-за сохраняющейся неопределенности вследствие актуальной проблемы Эвергранда. Если вы считаете, что мы не говорим о ней, значит, проблемы нет. Нет, проблема сохраняется, и долговые трудности, с которыми столкнулась компания, ее еженедельные платежи, вот так вот разбит график погашения, каждый раз будет возвращать общественность к тому, что будет дальше. И не пройдена та самая точка невозврата, когда компания, китайский застройщик, будет просто вынуждена объявить дефолт. В следующей неделе, по-моему, среда, четверг, это очередные транши на десятки миллионов долларов. Возможно, в этот раз будут затронуты интересы инвестора настолько, как бы, внимательного к происходящему, что он не будет получать. И вот эта тема, если она окажется, опять же, на всеобщем обозрении, именно из-за того, что Эвергранда не погашает свои обязательства в срок, может по принципу цепной реакции за счет мнения общественности сделать свое грязное дело и убедить всех, что дефолт уже неизбежен. Поэтому вот этот риск, он, поскольку сохраняется, оказывает спрос сейчас, поддерживает спрос на защиту инструмента, такие как доллар. Ну и еще более актуальная тема – это потолок государственного долга в США. Сегодня, я думал, что у меня будет возможность из-за тех водных, которые были на утро вчерашнего дня, сообщить о шатдауне в Штатах. Но вчера конгрессмены все же смогли договориться о продлении финансирования, функционирования органов, государственных органов до начала декабря. Но вопрос с потолком долга так и остался незакрытым из-за серьезных межпартийных разногласий. Это значит, что пусть шатдаун, вопрос закрыт, но с дефолтом этот вопрос еще остается открытым. А значит, глобальный риск, самый глобальный, то, что и может, опять же, спровоцировать немыслимый просто финансово-экономический кризис, этот риск остается в силе. Поэтому доллар сейчас будет черпать поддержку в этом новостном фоне, пока ситуация не разрешится. Когда она разрешится? До 15 октября должно быть уже фактическое заключение о конгрессе, будет ли поднят потолок или нет, или вот эти сохраняющиеся разногласия вернутся всю мировую экономику, разногласия между республиканцами и демократами в финансово-экономический кризис. Друзья, 15 октября это не так уж и долго, сегодня уже 1 октября, ждем и следим за развитием событий. А пока давайте зарабатывать на панических настроениях, которые помогают валиться риску. По фунту, по евро мы уже достигли наших целевых ориентиров, по евро я предлагаю рискнуть, друзья. И сегодня под закрытие торговой сессии, еще и с заходом на несколько дней следующей недели, с текущих уровней 1.1575 попробовать поставить на добой до отметки 1.15. Индекс рыночных настроений, Кайман указывает на то, что все считают, что дно достигнуто, но, как правило, в такой момент второе дно сразу идет в подарок. 1.15 реальная цель, которой стоит придерживаться. Австралийцы мы также продаем, цель 0.71, сейчас 0.72. Допускаю, что день-два и мы увидим пару рядом с целевыми значениями. Американский фондовый рынок, вот тут я рекомендую уже держаться подальше, потому что тенденция снижения S&P, NASDAQ и Dow Jones уже вызывает определенного рода опасения. Все снова говорят о пузыре, который начал схлапываться еще до наступления реальных кризисных событий, таких как приближающиеся буквально несколько дней, если останется, дефолт американской экономики и реализовавшийся кризис Эвергранда. Если что-то из этого, ну дефолта, друзья, это, конечно же, ну совсем невероятно. Я думаю, что 14-13 октября будет какое-то заключение уже и смогут договориться. Но пока что рынок будет нервничать из-за вероятности развития негативного сценария. Это точно продолжит топить основные индексы американского рынка. И в этой связи я рекомендую вам не смотреть за тем, как сокращаются и ваши депозиты из-за неверно принятого решения. Иногда нужно просто признавать, что фундаментальный фонд точно не располагает к тому, чтобы фондовый рынок рос, несмотря на то, что он рос в последние месяцы и даже больше, чем год. Что касается других активов фондов, точнее рынок нефти 78-14. Здесь я предлагаю также рискнуть, потому что нефть фактически доказывает, что обладает потенциалом для еще большего роста. Потому что мы видим интерес к этому активу, несмотря на резкое укрепление доллара, несмотря на рост запасов нефти США. Ждем 4 октября, это понедельник, встречу ОПЕК. И будем следить за тем решением, которое фактически будет принято. Если страна ОПЕК+, не согласует с дополнительным ростом нефтедобычи, то тогда цены на нефть еще и на фоне вот этого актуального топливного кризиса точно будут тестировать. Сначала удачно протестируют успешно 80 долларов за баррель и нацелятся на 85. И что касается золота, 1751 мы допускали, что золото может на фоне тех новостей, которые сейчас идут относительно потолка государственного долга и вероятности банкротства США, выстрелить в любой момент. Это произошло вчера. И из-за сохраняющегося в моменте интереса к рынку драгоценных металлов, тоже как защите, может быть даже более крутой, чем доллар, Из-за того, что неластный фон еще остается в таком подвешенном состоянии, мы следим за развитием событий. Золото, как я ранее отмечал, легко может добраться до 1800 долларов за тройскую фунцию. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошего вам закрытия недели. Всем пока.